Добрый день, дорогие друзья! Это программа «Тема дня» на канале ИТОН-ТВ. Сегодня в студии Михаил Юровский. Повышенная активность израильских ВВС, которые летают вдоль северных границ Израиля, дошла до сведения нашего компетентного эксперта Алекса Векслера. С нами на связи политический и военный обозреватель портала ИТОН-ТВ Алекс Векслер. Здравствуйте, господин Векслер. Здравствуйте, господин Михаил Юровский. Здравствуйте. Что докладывают ваши компетентные источники и какие выводы из этого можем сделать мы? Ну, скажем так, господин Юровский, несмотря на то, что Россия сообщила вчера, 15 февраля, о том, что районы напротив берегов Сирии, воздушные и морские пространства закрыты для пролетов самолетов и прохода кораблей, в связи с новыми маневрами, которые проводит Российская Федерация, это авиационные и морские маневры. Тем не менее, как мне стало известно вчера, 16 декабря, 16-12, многочисленные и интенсивные полеты вдоль границы Ливана с Сирией, не вдоль нашей границы с Сирией и с Ливаном, а вдоль границы Ливана с Сирией, значит, по всему периметру и по всей длине Ливана, несмотря на то, что Ливан относится к небольшим странам, так сказать. Военные источники сообщают, что такого рода интенсивные полеты не проводились уже последние три месяца, начиная с 17 сентября, когда с сирийцами был сбит российский военный разведывательный самолет Ил-20. Израильские самолеты летали вчера и в центральных, и в северных районах Ливана. Они почему-то, не почему-то, известно почему, не так часто навещали эти районы за последние три месяца, воздерживали от того, чтобы навещать эти районы, а в основном летали только в южных районах Ливана или вдоль побережья Ливана. Значит, картинка изменилась. Осведомленные те же самые источники сообщают, что тот факт, что израильтяне летели вдоль всей протяженности границы между Сирией и Ливаном, и Россия не обращала на этого серьезного внимания, или вообще, скажем так, никакого внимания не обращала, говорит о том, что была договоренность с Россией, не знали об этих полетах, что все эти полеты были согласованы с командным пунктом российских военно-космических сил на базе Хмеймим возле Латакии, где находится, кстати, центр по проведению и управлению вот этими военными, воздушными и морскими маневрами, которые проводятся, начиная со вчерашнего дня вдоль побережья Сирии. Те же источники, кстати, сообщают, что вчерашние полеты наших ВВС были согласованы, как видно. Несколько дней назад, 11 декабря, во время визита в Москву делегации ЦАЛа во главе с заместителем начальника оперативного отдела Генштаба генералом Араоном Халивой, члены нашей делегации встретились с представителями Министерства обороны и Генштаба во главе с генералом Василием Трошиным. Я об этом остановлюсь немножко позже, есть там пару интересных моментов. Через сутки после возвращения нашей делегации домой, в Израиль, Россия опубликовала очень коротенькое сообщение, что израильская делегация сообщила россиянам и российскому командованию российских вооруженных сил о целях операции «Северный щит» и что обе стороны уточнили возможности, которые уже существуют на протяжении последних трех лет, об улучшении работы аппарата координации действий между армиями обеих стран. Надо сказать, что в Израиле не были опубликованы результаты этого визита, с трудом можно было что-нибудь найти в прессе, ничего не известно. Как в России отнеслись к материалам, которые были представлены на рассмотрение российского министра обороны во время визита наших офицеров в Москву. Но вчерашние израильские активные полеты, как я уже сказал, вдоль всей границы Ливана с Сирией, говорят о том, что, по крайней мере, по ряду вопросов, вынесенных на обсуждение в Москве, была достигнута договоренность между сторонами. Не по всем вопросам, я повторяю, а по ряду вопросов. Возобновление полетов Израиля над всеми частями Ливана имеет для нас, для Израиля, сегодня очень серьезное значение, очень решающую роль играет, в связи с тем, что мы проводим на севере операцию «Северный щит» против Хизбаллы. Особенно в том случае это будет иметь решающее значение. Если, как нам придется, то, о чем думает кое-кто среди наших военных, столкнуться напрямую с Хизбаллой, на следующих этапах операции, потому что операция, несмотря на то, что обнаружили уже 4 туннеля, она продлится еще достаточно длительное время, насколько я понимаю, «Северный щит». Но уже сегодня становится ясно всем нам в Израиле, что ни силы ООН, Юнифиль, которые там находятся, ни силы Ливанской армии не решатся выполнить те просьбы, о которых попросил их Израиль. Например, у ООН попросили подойти к этим туннелям, точные данные, которые были им переданы с той стороны. Но на это они должны были получить разрешение начальника генштаба Ливанской армии, который поначалу потянулся этим разрешением. Поэтому сказал, пускай израильтяне представят нас весь план операции, тогда мы вам дадим возможность... Очень хитрый шаг, ауна генерала. Тогда мы вам дадим возможность подойти с той стороны в музей, к этим туннелям. Или взорвать их, или забетонировать уже обнаруженные нами четыре туннеля с той стороны Ливана. Все эти, я думаю, попытки, которые сделает Юнифиль и Ливанская армия, они все эти сводятся к нулю, они ничего, так сказать, не сделают. И поэтому приближается тот момент, я должен вам сказать, когда наша армия должна будет принять решение, как уничтожить эти уже найденные туннели и те, которые будут найдены уже в ближайшее время. И одна из возможностей, стоящие между нами, это уничтожить их с воздуха. Подойти с землей, это куда ближе, это может быть куда и проще, но это вызовет, так сказать, наверняка более серьезные столкновения, а мы захотим их избежать. И Сирия, и Хизбалла уже начали хорошо подготовленную широкую пропагандистскую операцию, чтобы предотвратить эти израильские действия. Сирийские источники сообщают, что Россия передала Израилю по дипломатических каналам и через израильскую военную делегацию, которая была там на прошлой неделе, что на ракетных объектах Хизбаллы и иранских, проиранских, шиитских организаций формирования находятся российские офицеры, и что Израиль предупреждают, опять я говорю, это неподтвержденные, так сказать, источники, неподтвержденные данные, что Израиль предупреждает, россияне предупреждают Израиль, что в случае атаки на эти объекты, если пострадают российские военнослужащие, Россия может ответить огнем на огонь. Кроме того, появились сообщения, включая даже в Российской Федерации, что будто бы Москва согласилась, чтобы базы Хизбаллы в Сирии и проиранских, шиитских организаций вывешивали бы российские флаги-триколоры, чтобы предотвратить атаки на них со стороны Израиля. Об этом говорит в частности российская газета «Коммерсант», сообщила об этом 12 декабря, что буквально накануне визита в Москву у генерала Аарона Халива, Израиль сообщил России, что российские флаги полощутся над объектами Хизбаллы и Ирана в Сирии, а также над колоннами военной техники Хизбаллы и Ирана, которая передвигается. Так, например, российские триколоры были зафиксированы, значит, когда я говорю зафиксированы, подразумевается обнаружены, соответственно, сфотографированы и на фото, и на киносъемку. Были над шиитскими командами, пунктами в районе аэродрома в Хами, который по иностранным источникам неоднократно подвергался уже израильским атакам, а также надо сказать, что российские флаги были обнаружены и в Халабе, и в Идлибе, и даже в районе сирийской пустыни были зафиксированы. Из источников сирийской оппозиции, которой иногда можно верить, иногда нет, но есть там даже достаточно серьезные источники, которые имеют подтверждение в Европе, стало известно, что речь идет об определенном диле, определенном соглашении между Москвой и Тагераном, опять недоказанном, только источнике, что в обмен на согласие россиян дать крышу объектам проиранских шиитских милиций в виде флага российского, иранцы обязались согласовывать все свои маломальские действия, все свои операции с главным российским командным пунктом в Сирии Хмеймим. Это очень серьезное обязательство, так сказать, может быть, очень важное для России, может быть, даже каким-то образом и для нас. А пресс-секретарь нашей армии в ответ на вопрос, который ему задали по поводу российских флагов, ответил так, что он не собирается обсуждать публикации, которые появились в российской прессе. Несмотря на то, что коммерсант пишет о том, что эта халива еще до своего приезда вынес на рассмотрение россиян, прислал им документы, где были сфотографированы или сняты российские флаги над про-ширитскими, про-иранскими объектами. Что же касается самого визита в Москву нашей военной делегации во главе с генералом Халифа, то, несомненно, это имело положительные результаты, по крайней мере, в виде вчерашних серьезных и активных полетов нашей авиации вдоль всей границы Ливана и Сирии, можно сказать, над всей территорией Ливана. Визит генерала Халифа в Москве, надо сказать, был первый после, надо сказать, унизительного визита в Москву нашего главкома военно-воздушных сил Израиля генерала Амикама Норкина. Это было, если я не ошибаюсь, 20 сентября, через три дня после падения российского самолета. Все данные, которые были привезены и положены на стол генералом Норкиным, оказались для российского министерства обороны лживыми и несостоятельными. Надо сказать, что визит на прошлой неделе генерала Халифа имел большую под собой серьезную базу, потому что канцелярия главы правительства на протяжении последних двух месяцев пыталась организовать в Москву визит нашей военной делегации. И даже начальник генерального штаба генерал Айзенкот пытался связаться с российским генеральным штабом, чтобы обеспечить такого рода операции. Но на все обращения на Таньяу и начальника генштаба были получены в то время отрицательные ответы. И я думаю, что в конце концов то, что Путин согласился на визит операции, он имел под собой два-три небольших сюрприза. Об одном или двух я сейчас расскажу. Дело в том, что генерал Василий Трошин, который встречался с нашим начальником оперативного дела генштабом Халифа, он является заместителем начальника оперативного дела генштаба, что по уровню ниже, чем начальник оперативного дела. И он также является, насколько я знаю, почти что пенсионером уже он перед выходом в отставку. То есть это не соответствовало должности Халифе. Но надо сказать, что начальник генштаба и начальник оперативного... Нет, начну с того, что в момент визита Халифа в Москву министр обороны находился с визитом в Китае, если я не ошибаюсь. А начальник генерального штаба российской армии, начальник оперативного дела российской армии, который должен был встречаться с генералом Халифом, находились в это время в Баку, в Азербайджане, с визитом, где они встречались, кстати, с руководством НАТО в это же время. Вполне возможно, что визит был оговорен, устроен в те самые дни, когда в Москве не было тех, с кем надо было встретиться. Но так или иначе, по моим представлениям, частично это имело уже положительные результаты, несмотря на то, что нельзя было, не обо всем было договорено. Но то, чем мы уже почувствовали, видели, это, так сказать, вчерашние события присутствия нашей авиации на территории всего Ливана, с юга до севера, достаточно широкое присутствие нашей авиации в этом районе, когда россияне никак не реагировали на такого рода полеты. Скажите, господин Виктор, последний вопрос на сегодня. По вашему мнению, получилось ли у израильских военных и у израильских политиков вправить мозги бездарным российским генералам и бездарным кремлевским политикам? Думаю, что нет. Несмотря на то, что, как видно, сверху пришло своего рода указание, в конце концов, да, принять эту делегацию и даже о чем-то договориться, о чем-то договорились. Несмотря на то, что я знаю, что не все вопросы были обговорены, не все вопросы были подняты на такого рода встречу, потому что на встречу начальника оперативного отдела и заместителя начальной кооперативного отдела российского генштаба не поднимаются все те вопросы, которые имеют и политический оттенок. Поднимаются только чисто военные вопросы. Я поэтому принул и политиков тоже, да. Да, так поэтому, насколько я понимаю, по вчерашним результатам часть чисто военных вопросов были решены, пришли к соглашению, а остальное это уже будет делом российского президента и нашего премьер-мистра, когда, так сказать, господин Путин со счет нужным, что пришло время встретиться и поговорить. Когда это произойдет, так сказать, я не ясновидящий, я не знаю, но это обязательно произойдет, потому что не может быть, чтобы этого не произошло. Не может быть, чтобы этого не произошло, говорит военно-политический эксперт, обозреватель портала «Айтон ТВ» Александр Векслер. Спасибо, Алекс. Всего хорошего, будьте здоровы, до свидания. До свидания. И вам, друзья, спасибо, что были с нами. Напоминаю, это была программа «Тема дня» на канале «Айтон ТВ». В студии был Михаил Юровский. Оставайтесь с нами. Пока.